Привет всем. Сегодня я снова решил обратить внимание на псевдоисторический канал «История Руси». Темой этого видео будет то, как он придумывает сказки на тему воссоединения России и Украины во времена Богдана Хмельницкого. И для начала послушаем первую цитату этого лжеца. Эта часть его текста касается так называемого воссоединения Украины с Россией. Но здесь же присутствует обман. Предводитель говорит о неком русском государстве, которого в 1653 году и даже в 1655 году не существовало как такового. Я, конечно, понимаю, что это примитивно, но все же опровергну этот бред с помощью документов, написанных на территории Малой Руси, так в то время называлась Украина. И вот первый факт. Вы видите славяно-росский словарь, он был издан в 1627 году в типографии Киева-Печерского монастыря, то есть на территории Киева. А на второй странице этого словаря видно, что написан он для Малой и Великой России. И как раз чего там действительно нету так это Украины. Вот еще писания Анфологиона, эти писания также написаны в Киеве. В тексте, как вы уже заметили, присутствует Великая Россия, также есть термин Малая Россия, и об Украине снова нет ни слова. Писание Анфологиона было издано, в 1619 году, то есть за несколько десятилетий до присоединения Малой Руси, к Великой Руси. Эти факты находятся в открытом доступе, и каждый это может проверить. А вот еще факт. Это отрывок выступления короля Швеции, перед членами Рейхстага, в 1617 году. Здесь, как вы видите, он говорит о русских, как об опасных соседях, также он сказал, что у России было отнято море. У той самой России, которой, по мнению лжеисторика, не существовало. Это выступление также есть в открытом доступе, я же вам показал лишь отрывок. Думаю, этих фактов вполне достаточно. Ну и давайте послушаем еще этого сказочника. Мы видим текст, и таких текстов, ну просто очень много, из которого мы узнаем, собственно, название территории, которую они изволят называть неким русским государством. Сами московиты свое государство называют государством московским. В тексте, безусловно, присутствует титул Алексея Михайловича, но титул – это не название государства, как указывал автор. Теперь рассмотрим подробнее тот бред, который он наговорил. Для начала скажу про титул, это действительно не название государства, но в титул входят территории, которыми, владеет этот царь. И невозможно иметь в своем титуле, например, ту же Русь и не владеть ею. А полный титул вы можете видеть сами, он очень длинный. Теперь про московское государство. Московским государством называлось Московское княжество, которое было главным, а Россия состояла из множества княжеств, например Рязанское, Тверское, или Владимирское княжество. И все эти княжества входили в состав Российского царства. Именно так называлась страна в то время. Кстати было и Киевское княжество, что по сути являлось киевским государством. А во времена раздробления Руси, все эти княжества являлись мини-государствами. Для закрепления покажу еще один документ. Это грамота Земского собора, 1613 года, о восхождении Алексея Михайловича на царство, там он называется именно царем России, это вы можете видеть сами. Но автор обращает ваше внимание, что Богдан Хмельницкий абсолютно точно пишет. Титул предводителя московитов «Царь московский» и точка. Никакой он не русский, и даже страшно сказать не руэсэский, он царь московский. Действительно, как вы можете видеть, из письма Богдана Хмельницкого там есть эти слова, но этот лжец показывает вам только часть письма. В конце письма, где указано, кому написано это письмо, мы можем увидеть фразу Алексею Михайловичу, светилу русскому. Но и это не самая главная ложь, он не говорит о том, что были и другие письма. Например, во втором письме видно, что Богдан Хмельницкий называет царя Алексея Михайловича самодержцем всея Руси. А в третьем письме Богдан Хмельницкий упоминает малую и всея России. В четвертом письме Богдан Хмельницкий обращается к царю Алексею Михайловичу как к самодержцу великой и малой России. И снова нет ни слова про Украину, или украинцев, так как Богдан Хмельницкий сам себя называл русским, а казаки, которые его окружали называли Хмельницкого, сыном русской шляхты. Как вы уже заметили, этот лжец показывает не все документы того времени, и даже один документ он показывает частями. Я думаю, что даже ребенок смог бы лучше соврать. Ну что же, давайте еще послушаем этого клоуна. Вы сами можете убедиться, что Богдан Хмельницкий писал на украинском языке, который, как нам говорят, придумают в австрийском генштабе. А вы помните, что сегодняшний предводитель этой территории сказки нам рассказывал об одном языке во времена Владимира Красно-Солнышка и во времена Куликовской битвы. Богдан Хмельницкий пишет следующее. На яснейший вельможный и приславный цару московский, а нам вельце милостовый пана и добродию. Ну и где здесь руэсэский язык? Я не знаю, откуда он взял про то, что украинский язык придумали австрийцы. Но есть задокументированные исторические факты о том, что в начале 20 века Австро-Венгрия активно уничтожала в Галиции все русское, боясь того, что население, которое само называло себя русскими, будет симпатизировать соседней России. По поводу языка это наглая ложь, в те времена не было понятия украинского языка. В качестве доказательства показываю то, что уже показывал в начале видео. Это знаменитый словарь Павмой Бирындой, он его издал в 1627 году, в словаре видно, что он славенно-росский, и в самом словаре видно, что написан для России малой и великой. Или вот еще пример, Пересопницкое Евангелие, которое написанное на западе Малой Руси, в 16 веке, в нем указано, что написана эта книга на мове русской, то есть на русском языке. Но при этом было такое понятие, как диалекты одного языка. Привожу пример, в Германии есть аж 53 диалекта немецкого языка, диалекты могут быть разными и непонятными, например, баварский, или саксонский диалект. Но это не значит, что этот язык не немецкий, и все равно они все себя считают одним немецким народом. Во Франции также несколько диалектов французского языка. А вот пример соседней Польши, у поляков как минимум 10 диалектов, это даже больше, чем диалектов у русского языка. Например, великопольский диалект, и малопольский диалект, являются основными. Кстати, как вы уже заметили, в Польше есть Великая Польша, и Малая Польша. В русском же языке было три основных диалекта, это малорусский, белорусский, и великорусский. А времена Владимира Красно-Солнышко, вообще не вижу смысла комментировать, это было почти 7 веков назад, до описываемых событий. Можно обратиться к тому мизерному количеству сохранившихся документов, и указать с определьной стороне, что в этих документах нет слова «Украина», в этих документах нет слова «Малороссия». Во всех известных нам документах нет слова «Киевское воеводство», нет слова «Киевская земля», также нет слова «Народ» или «Народы», но самое главное, там нет слова «Россия». То, как врет этот маразматик, просто уму непостижимо. Вот этот документ о воссоединении, который кстати хранится в Киеве. Как вы видите, там есть Малая Русь, Белая Русь, и Великая Русь. Единственная правда, которую он сказал, что там нет Украины, потому что такого государства тогда никто не знал. В конце я покажу вам отрывок из выступления Богдана Хмельницкого, после воссоединения Малой, и Великой Руси. Из текста выступления видно, что Хмельницкий, говорит о том, что никакие враги, не помешают им носить имя «Русское», на своей земле. Если бы он только знал, что в 20 веке, они добровольно отрекутся от самоназвания «Русский», без всякого насилия, и без всяких врагов, и даже будут ненавидеть все русское. Спасибо, что досмотрели ролик до конца, всем пока.